Девушки отдыхают Молоко В общем, здесь все всегда Освежее Мы с Максом Почалы вовчаты Украинский язык Потому что сейчас очень модно Носить украинское Есть украинское и говорить на украинском Жалко в Синьковке, мало кто об этом знает В перекладе на литературную мову Бубочка-бубочка 75 Да, но 75 это не год рождения Не-не-не, это количество болячек у моего Васьки Онлайн Но ты с этим завязала, ты помнишь? Ага А сейчас мы вас научим, как Работать губки-качечку Ранок не ранок Якщо не распочати его С чашечки запашної ароматної растворимой кави И вкусняшки Девочки, лучшие лики от депрессии Это шопинг Как вам мой новый гаджет? Это был батлфлип А с вами была Любаня Эфир мы прекращаем Все, хлопцы, качайте пресс Девочки, помните, вы богини, которых воруют Чмоки-моки-поки Хриноки Хоть и срач, а вона на телефон свою табличку снимает Не, я, конечно, понимаю У меня не все получилось с первого раза Это потому, что я, люди добрые Дитя села, а не дитя асфальта Но я тоже вам кое-что сейчас про Машеньку расскажу Чтобы она не думала, что она тут одна такая красавица Любаня, а где у вас тут фитнес? А почему вы трогаете пальчиками цицкие коровы? А что у вас делают страусы все? Ну, хотя тут я согласна Страусы вселиться и для нас не нормально Вообще-то, Любаня Украинскую не согласна, а згибна Между прочим, я учила украинский язык в школе И легко вспомнила, когда начала заниматься с онлайн-репетитором А Любаня учила язык на огороде А потом с учителем из Молдавии Из Чехасловакии, Машенька Это универсальное слово Ну и, например, Маша тебе каже Максимка, глянь, как ты замазился Что ты ей кажешь? Любишь вбраного, люби и всраного Дивись уважно Все Язычок до петебіння Все Все раного Все раного Проверяйте Все 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 Продовжим Кабзда Мало гімно Людина, яка позичила гроші і віддала пізно Велике гімно Людина, яка позичила і гроші не віддає Ага Тобі нагадати, що буває, коли Вася допомагає? Ні Підніми, будь ласка, драбиною постав, а? Драбіну Як воно російською? Подожди Скокиняка така Супинись, Богом, на холодик пущу Поводите! Поводите! Не скажи останнє слово Ага Бучо охренелик Не саме погане На И И Встать! Ради в город Да Малеха перегрузили Дай сюди снайпер Святоша І Тихо, тихо, тихо. Кажется, попал. Это и дело. Тримай, да. Зачем? Ну, ты же на охоте, не я. Маш, после вопроса тебе напомнить, я сказал нет. Зачем спрашивать, если и так все расскажешь? У нас что, новостей мало? Да, наша самая главная новость. У меня будет ребенок. У нас будет ребенок. Что-то вы заранее подаете заявку на шоу, рятуете нашу семью. Мы решили рожать в синькомке. Та-дам! Я окружена заботой своего любимого. Я окружена заботой своего заботливого. Все-все-все, все хорошо. И немного сумасшедшего мужчины. А кто-то такой растет. Кто у нас там живет? Ай, хорошая. Ай, моя девочка. Или мальчик мой. Ай, маленький. А любим мы так. Любим, когда папа целует. Ну, вообще-то, не только мужчин меняют беременность. Женщин она меняет гораздо больше. Во-первых, у Маши обострилось обоняние. У Васи был. Он тебя снова угощал своим вонючим шмурдяком? Я не пил. Это Вася. Угу. Любань котлетки жарила. Немножко подгорели. О, Господи. А это что? Вася только что открыл свой одеколон. Во-вторых, у Маши обострилось материнское чувство. А, Макс, я пойду выброшу подгоду. А ты дай пока мальчики соску. Угу. Макс, рот с другой стороны. В-третьих, у Маши обострилось желание кушать. При этом сочетать несочетаемое. А можно мне? В общем, мы готовились стать родителями. И у нас все шло просто идеально. Ну, почти все. Есть! Загрузилась! Смотри, это новая прикольная программка для беременных. Сейчас наш малыш размером с кунжутную семечку. Именно в этот момент у него закладывается группа крови. Это прикольно. Сидит он такой и думает. А какую бы выбрать? Третью или четвертую? Угу. Ну, когда у нас у обоих вторая группа, то действительно прикольно, если он выбирает между третьей и четвертой. Маш, это на самом деле прикольно, что раз-два и скоро рожать. Господи, не напоминай мне про роды. Это же ужасно. Я все почитала. Это как будто сливу нужно протолкнуть в игольное ушко. И это очень страшно. Макс, ты же пойдешь со мной на роды? Я? Я как бы не рожаю. Ну, тебе же интересно, как появится на свет твой ребенок? Ну, конечно. Класс. Класс. Я себе представляю. Я такая лежу рожаю, а ты мне держишь за руку и делаешь мне массаж. Я уже все продумала. Ты знаешь, кто у нас будет крестными? Настя Каменских и Притула. Я уже даже приглашение Насте отправила. Класс. Да. Машуля, мамуля, а вы где? А, а вы тут. Ку-ку, я так и знала. Ой, Любань, ты куда-то собралась переезжать? Нет, это я тебе и принесла. Там молочко, козяча, брынзер, творожок, яблочко. Ну, тебе сейчас надо витаминчики есть. Любань, у меня есть все необходимые витамины. Ой, да знаем мы эти таблетки. Один раз гикнешь, два раза пукнешь, воно все и выйдет. А это же все натуральное, свежее, свое. Ну, что ты дивишься на меня, как барана нового рода? Пошли в холодильник все положим. Мне еще другую ходку делать надо. Идем. Партнерские роды, это кобзда. Ага, что? Три киловатта, я сдулю вам и два назад. Сейчас организуем. День добрый. Макс, а как же ты меня налякал? У меня сердце в пяточки скотилось, на середине зупинилось. Ну, ты бачу, что наробил. А это что за аппарат? Это, чтобы счетчик в другую сторону. Короче, воно тебе не на. Ты что хотел? Да я хотел... Вась, хотел спросить, ты был на родах? Что, здурел? Я что, рожал или что? Ну, и я об этом. А Маша говорит, что я должен присутствовать. Вроде как это сближает. Я тебе и так скажу. На родах должен быть врач, та, что рожает, и воротарь, чтобы ловить дитя. Шучу. А инши повинны под родом пить. Да мне кажется, у вас под родом пьют независимо от обстоятельств. Это потому что у нас лавочки там пока щетили. Если серьезно, я один сериал видел, там один мужик тоже на родах был присутствующий, так он после того стал на других мужиков за дивляться и стал дизайнером. Да ну... Не, ну про дизайнера я, конечно, трохи дофантазировал, но то, что он в роддоме кафель целовал после того, что Шпиген-Дриген не мог со своей женой, это факт. Класс. Спасибо. Дякую. Если нужна будет помощь, знаю, куда не нужно идти. До свидания. Эй, эй, ты ж только не подумал, что я не могу Шпиген-Дриген. Я еще, ого, спитаю Люби, я шо дурный кроль. А это я ванночку прикольную нашла. Автоматический подогрев воды, датчик температуры и функция массажа. Та ты шо? А может вона еще и дитину воспитывать умеет? Ну, вообще-то на ванночку с видеоуроками не очень хорошие отзывы. А эту сейчас со скидкой можно за копейки взять. Всего три тысячи. Сколько? Три. Три тысячи. Вони шо, там опалаумели в том городе, чи шо? И это со скидкой. У меня он, Володька, цимбалюк, сусід за три тысячи баню собі построил. Три тысячи. Да, в мене Васиці три тысячи уже восемь год на Балагарю собираю. Вот ж лабяра. А ты диви на ней. Это мы Машенька так курку назвали, потому что несется в таких листах, что мы с Васю найти не можем. Но ж диви, какая красота. Еще тепленький. Будешь? Нет? А я буду. Кажут, для голоса полезно. Спасибо, пират! Ах, вкусно! На, подожди. Подожди. И ты, Машенька, не переживай, ванночка почти окнова. Мне только два человека купалось. Назар и князь Владимир? Не, Назарчик и Василь. Ну, Василь туда по неосторожности попал. Ну, я по неосторожности. Тарелки разбил, а я б ту ванночку шандарахнула. Любаня, а может быть, мы потом лучше новую купим? Через девять месяцев это уже не в тренде будет. Ну, что ты со своими трендами? Ну, ты виненый. Деньги, Федька, туда-сюда. Детине что, не все равно, как у ванночку хезать. И ты, Машенька, не переживай, тебе волнуваться нельзя. Я тебе все приготовлю. Пельонки, распашонки, ползуночки, батюшку. Батюшку? А как же? А что, дитина будет, как Омелька нехрещена, или что? И там вся основная работа – лежать на хрещении маме. А ты знаешь, кто будет крестной мамой? Ну, а кто, если не я? Машенька, я такая рада. Итак, Макс испугался родов, а я испугалась того, что Любаня будет крестной. Вернемся к этой истории позже, а пока продолжим экскурсию по Синьковке. Дорогие мои подписчики, я бы с удовольствием показала вам нашу Синьковку, но мой любимый муж не доверяет мне наш новый автомобиль. Маша, я тебе еще раз говорю, машина никуда не поедет, пока я ее хорошенько не отполирую и не покрою воском. Иначе можно повредить лакокрасочное покрытие. И так каждый раз. Первый месяц он практически с нее пылинки сдувает, а потом пускает в нее Васю. Кстати, а вот и Вася. Василь, покатай меня на своем драндулете. Конечно. Что, бесплатно? Конечно. Да. Потому что у меня очень чувственная натура, очень доброе сердце. Я очень люблю своих соседей. Вася. 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 Сейчас я проведу для Вас экскурсию по центру Синьковки. Это магазин, это церковь, это клуб. Экскурсия закончена. Вася, мы здесь уже целый час стоим. Стесняюсь спросить, что происходит? Там просто кто-то чекушку в выхладную трубу запхал. А зачем нужно было мотоцикл разбирать? Потому что чекушку. Я только сейчас нашел. Все. Все. Стой. Все. Я вижу, ты стомилась. Тебе нужно отплачивать на табелецянами. Вася, ты издеваешься? Я вообще не понимаю, почему я должна толкать твой мотоцикл. Мы что, нигде не можем бензин достать? А где я тебе тут горючий достану? Что, с бекана даю? Или что? Ой, Господи. Стой. Что? Твой же шмурдяк тоже горит. Так, горит и горит. Это две разные вещи. Стой! Никогда не обращайтесь за помощью к этому человеку. Он вам поможет только еще больше влипнет неприятности. Вернемся к нашей истории. Итак, Макс очень боялся идти на роды. Машу, я прочитал, что многие психологи советуют отцу не присутствовать на родах. Я? Не, ну я, 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 я конечно хочу пойти. Ну ты что? Это ж роды! Так, Маш, тут такое дело, давай сама рожай, если хочешь еще шпигин-дригин, да? Фигня какая-то. Маш, ну зачем ребенку видеть сразу два испуганных лица, а? Ну, и я не про врача. Потому что если еще и он, то... Не, ну вот если честно, то мне до усрачки страшно. Маш, нам нужно с тобой... Мамочки! Макс... 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 Роды это самая ужасная жесть из всех самых ужасных жестей. Это страшнее Армагеддона и первые фотографии в паспорте одновременно. Почему женщины должны проходить через это? Я так не хочу. Да ладно, ну не все так страшно. Мамочки... Макс... Или ты пойдешь туда со мной, или ты идешь со мной. Я одна не пойду. Конечно, я пойду с тобой. Ой! Макс, у нас есть еще одна проблема, и я не знаю, какая из них страшнее. Люба думает, что она будет крестной и готовится к рождению нашего ребенка, как к Рождеству Христову, представляешь? Ну... Видел бы ты, во что она собирается одеть нашу семечку. Так... Это ужас ужасный. А еще подсовывают мне это корыто, в котором Назарчика купали. Вот и я думаю, я мать, и я должна защищать своего ребенка. Я сама должна решать, в чем его купать и во что его одевать. Спасибо, Макс. Войду к Любе и приглашу ее на ужин. Я ее накормлю, отвлеку и легонечко намекну, что мне нафиг не нужна такая кума. Отличный план. Но если ты хочешь легонечко намекнуть, лучше не использовать слово нафиг. Вась! Максимка, я тебе колокольчика на шее повишу. От, сниму с церкви и повишу, чтобы было слышно, как ты подходишь. Фу, далекало. Так как будто ты всегда прячешь эту штуку. От интересных людей и таких же интересных вопросов. Что надо? Да, я тут одно видео посмотрел. И эти роды, я их немножко боюсь. Чуть-чуть. Немножко. До усрачки. Сколько тебе повторять? Піднебиня. Все. До усеранья. Усерачки. Это Азиб. Вася. Да, Вася. Хотя, ты знаешь, для такого зниженного хлюпика, как ты, это капсда. Легче сракую гайку закрутить. Я не изниженный хлюпик. Ты не изнижена, а изниженный. Да я пошутил. Не боюсь я этих родов. Мне вообще любые роды пофигу. Проверим? Легко. Ну, ось тоби роды. И это только корова народжие. Чужая. Слабак. Так гепнувся, что все стали Максимку спасать. Корова про теля забыла, почала его облизывать. Это кошмар. Бедный Макс. Слухай, ты, Петерошна, ты куда улиндало? Нам с тобой в сельсовет ехать надо, а воно стрёмиться по всему селу. И что ты делаешь? Да вот хотела остатки просто злить для бензопили. Здрасте, баба Настя. А мотоцикл что, на святой воде будет ездить, чи что? Итак, Вася, давай залей, пожалуйста, повный бак. Я не хочу, как на прошлому тиждень, заглохнуть посеред поля. Згореть и три дня стоять спать в сметане. Вася. Да ты пойми, тут принцип действия, что в него чем больше заливаешь, тем его больше жаре. Это ты принцип действия, чем больше в тебя заливаешь, тем больше жареешь. Я сказала, взяв каністру, залив повный бак. Да ладно, ладно. На. Давай. Макс, это кошмар. А ты что, раньше с Василем не ездила? Просто мне, Вася, рассказал, что ты видел, как корова рожает. А про свинью не рассказывал? Так это не кошмар. Кошмар только начинается. А ну вас баню с вашим катанием. Вась, ты что пьешь бензин с самогоном? Нет, Машенька, я пью самогон с бензином. Вкус, конечно, подиспорчен, но как коктейль сойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok